Президент Кыргызстана заявил, что в настоящее время сохраняющиеся в Афганистане вызовы и угрозы безопасности центрально-азиатских государств требуют принятия действенных мер. По словам эксперта по безопасности Токон Мамытова, военная база нам необходима, так как не нужно забывать о том, что в настоящее время порядка двух тысяч боевиков ИГИЛ находятся на территории Афганистана, непосредственно в районах, прилегающих к таджикской-узбекской границам. Стоит отметить и то, что на сегодня движение «Талибан» тоже поддержало и слилось с ИГИЛ. Их задача не Афганистан, а Ферганская долина. Ведь не зря ее называют пороховой бочкой. Если, не дай бог, осложнится военно-политическая обстановка в Ферганской долине, то это безусловно отразится на безопасности других государств, в том числе и Кыргызстана. Почему? Потому что мир не сможет вынести второй военно-политический кризис, который был, как на Ближнем Востоке. Последствия будут очень чреваты, непредсказуемы. Куда повернет колесо истории, мы еще не знаем. Насколько оно удачно завершится, как на Ближнем Востоке, мы тоже не знаем. Речь о российской военной базе шла и 8-9 лет назад. Приезжала специальная комиссия, которая еще тогда пришла к выводу, что она необходима. Однако вопрос так и не решился. Экс-вице-премьер-министр по безопасности рассказывает, что базу должны построить именно на юге нашей страны, так как и на это есть свои причины. В военно-воздушные базы, они должны быть чуть-чуть подальше от непосредственного, где ведутся боевые действия. Истребителю или бомбардировщику преодолеть расстояние в тысячу километров, в несколько тысяч или 500 километров. Вот если по прямой отсюда взять, 500 километров, не более тысячи километров до непосредственного очага, который мы ожидаем. Это афгано-туркменская, афгано-узбекская, афгано-таджикские участки границы. То это не больше тысячи километров для самолета. Это самое удачное месторасположение. Бывший министр обороны Исмаил Исаков считает, что нет необходимости открывать вторую российскую военную базу в Кыргызстане. По его словам, существуют уже проверенные методы обеспечения коллективной безопасности. Нет необходимости открывать в Кыргызстане вторую военную базу России. В случае возникновения угрозы мы совместно с российской авиабазой в Канти сможем обеспечить безопасность. По-хорошему, каждое государство должно самостоятельно обеспечивать свою безопасность. В случае угрозы будем укреплять сотрудничество с ОДКВ, усиливать таджикско-афганскую и узбекско-афганскую границы. Будет эффективнее объединить усилия. В 90-е годы во время активизации движения «Талибан» в Афганистане мы совместно с Россией, Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном объединили военные силы, усилили границу с Ишкемешем и держали там военных полтора года. И если сегодня будет такая опасность, вместо того, чтобы открывать военную базу, мы можем создать такую буферную зону и применить уже проверенные методы. Казахстан предоставил определенные возможности американским военным силам. Так они решили вопрос доставки грузов в Афганистан. Узбекистан заключил военно-политическое соглашение с США. По словам независимого эксперта Максата Мамытканова, таким образом Америка создает для себя политический плацдарм для вхождения в Центральную Азию. В отличие от Кыргызстана, Туркменистан и Узбекистан не входят в различные военные союзы. И вот в этот момент, когда начнется полномасштабное наступление террористов, это и будет предлогом для того, чтобы страны Центральной Азии определились в геополитическом своем выборе. Либо они с Западом, либо мы с Россией. Нас, Америка и Запад ставят перед выбором. Либо вы все с нами против России, либо вы будете так же страдать, как Россия, против нас. Он также рассказал, что военная база на севере практически не нужна, потому ее нужно перебазировать на юг. Поэтому сейчас фактически мы должны не только помочь русским открыть военную базу на юге, но и мы сами должны все свои вооруженные силы перебазировать на юг и укрепить нашу военную составляющую на южном направлении. Потому что если вдруг что произойдет, мы не сможем своевременно перебросить все свои военные возможности туда. Потому что танки, пушки, артиллерию, пехоту и все остальное, наши военные обмундирования в течение недели туда перебросить невозможно. У нас нет ни дорог, ни железных дорог. Как мы будем туда танки перегонять? Как мы будем туда БТРы перегонять? Артиллерию и все остальное? Большинство экспертов утверждают, что еще одна военная база необходима Кыргызстану и военная комиссия должна решить этот вопрос.